МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожароопасный сезон в Тюменской области может начаться раньше обычного, уже с 3 апреля, из-за быстрого таяния снега. Если вспомнить, то подобная ситуация была 2 года назад, в 2021-м. Тем временем не стоит забывать и про паводок, еще одну сезонную угрозу, как ведут себя реки, возможно ли подтопление в этом году. Об этом тоже будем говорить сегодня. Это вечерний хэштег Максим Яковлев. И Гульнара Успанова. Здравствуйте. Представим гостей вечернего хэштега у нас в студии. Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Он расскажет о технике, которую передали региону, а также о подготовке в области к пожароопасному и паводковому периоду. Также директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. Поговорим о причинах лесных пожаров у нас в регионе и правилах пожарной безопасности в лесах. Председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области Хмао-Югре-Инао Алексей Кучеров. Узнаем, как к пожароопасному и паводковому сезону готовятся садовые товарищества региона. Ну и, конечно, мы ждем звонков от наших зрителей. Телефон прямого эфира 682-147. Также зачитаем ваши комментарии, которые можно оставлять в группе Тюменского времени во Вконтакте под постом с трансляцией передачи. Кстати, вам стоит обязательно вступить в нашу группу, ведь зрители вечернего хэштега могут получить iPad. С 3 апреля по 3 мая смотрите нас в прямом эфире во Вконтакте, ставьте лайки и пишите вопросы все подробности в нашей группе. Итак, всем добрый вечер. Здравствуйте. И хотелось бы, коротко, начать с прогнозов Андрея Владимировича. Тюменская область в этом году будет гореть? Ждать нам пожаров? Ну вообще, по прогнозу Рослесхоза, который на общедоступных информационных ресурсах размещен, в апреле ожидается повышенный уровень пожарной опасности в южных районах Тюменской области. То есть это говорит о том, что условия для развития природных пожаров будут благоприятны. То есть не исключено. Алексей Сергеевич, как дачники не насторожены в этой связи? Вы знаете, дачники насторожены. Насторожены тем, что не везде есть водоемы. И везде у нас сегодня есть возможность провести тот же водопровод. Многие возят его из города, да, то есть и воды мало. Поэтому, естественно, насторожены. Леонид Сергеевич, когда все-таки может начаться у нас пожароопасный сезон? Действительно уже со следующей недели можем объявить? Действительно. То есть это не начало учебного года, который у нас, как известно, в числе 1 сентября. И ежегодно ничего не происходит. То есть открытие пожароопасного сезона, как и в иене соответствующих режимов, безусловно, это привязано к погодным условиям. Мы все видим вот последнюю неделю повышение температур, энергичный исход снега, особенно вот по южной зоне, то что Тюмень, прилегающие к Тюмени районы. Здесь достаточно уже много пространств, которые от снега очищены. Соответственно, по условиям погоды, коль скоро они назрели, то с 3-го числа мы планируем выпустить соответствующее распоряжение губернатора области и открыть пожароопасный сезон, ну и, собственно говоря, ввести особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов гражданами. Потому что вот все сухое, что зиму стояло под снегом, оно обнажится, а опыт предыдущих двух лет показывает, что это прекрасная горючая растительность. Силы ветров мы тоже на себе все испытали. Они вот весь март у нас достаточно серьезную ветровую нагрузку создают. Поэтому, коль скоро такие условия созданы, то и мы режимы все вводим заблаговременно. То есть не рисковать и не откладывать это все в долгие ящики. Я добавлю еще к Леониду Сергеевичу пару слов. Мы еще одновременно с этим вводим и режим повышенной готовности для всех оперативных и аварийных служб, составляющих систему РСЧС Тюменской области. Ну а далее в целом о ситуации в стране. На своей состудии временно исполняющей обязанности начальника авиалесоохраны Дмитрий Селин из Московской области. Дмитрий Александрович, приветствую вас. Вот какая обстановка сейчас складывается в России и где в ближайшее время нужно готовиться к пожарам? Оперативная обстановка на текущем мере на территории Российской Федерации у нас зарегистрировано 63 лесных пожара. На общей площади чуть более 3,5 тысяч гектар. За истекшие сутки основное количество пожаров у нас возникло. Это в Дальневосточном федеральном округе. Это Еврейская автономная область. Амурская область. Вместе с тем также у нас регистрируется большое количество термических точек на территории Российской Федерации. В большей степени опять же это восточные регионы нашей страны и также Южно-федеральный округ. Такие термические точки наблюдаются. В основном это категории иных земель, то есть это не лесные пожары. Прежде всего причина возникновения этих термических точек, конечно, это мы с вами, люди, человек. Это неосторожное обращение с огнем. Это проведение неконтролируемых палов сухой травяной растительности. Это, возможно, какие-то очистки земель, сельхоз назначения и так далее. Ну, нас, конечно, больше интересуют ситуации у нас в Тюменской области, а также в Хмау, Янау. Какие данные на сегодня есть? Ну, прежде всего, на вашей территории еще благоприятные климатические условия для того, чтобы лесных пожаров не возникало и возгораний на землях иных категорий. Но, тем не менее, не за горами уже весна и лето, поэтому на текущий месяц мы прогнозируем слабую горимость в ваших регионах. Но, вместе с тем, уже начиная там с следующего месяца, с мая, конечно, возможны пики горимости. Будет ли гореть сильно субъект или не будет, это зависит от нас с вами. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы попросить через ваш канал также донести информацию до жителей ваших регионов, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности в лесах. Ну, и, соответственно, не разводили различные костры, особенно в весенний период времени. Ну, очень надеемся, что жители прислушиваются. Спасибо. На связи со студией был Дмитрий Селин, временно исполняющий обязанности начальника авиалесохраны. И, к слову о технике, накануне министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень вместе с губернатором Александром Мором. Он передал сертификаты и ключи от пожарной техники службам области. В итоге автопарк регионального управления МЧС пополнился на 42 единицы. Пожарные автоцистерны, лестница, автобусы, специальная экспертно-криминалистическая лаборатория на колесах и катер куплены за счет федерального бюджета. Это самая большая передача техники региону за последние годы в России, отметил министр. Есть распоряжение президента до 2030 года переосносить современной техникой. И мы выполним эту задачу, постараемся ее. Мы за зиму приобрели дополнительную лесопожарную технику в наши учреждения лесного хозяйства и нашу государственную региональную противопожарную службу. Мы приобрели дополнительное количество беспилотных летательных аппаратов, поскольку они себя очень хорошо зарекомендовали. Так, Андрей Владимирович, 42 единицы техники. Самая большая партия за последние 10 лет, переданная вообще регионам. Чем мы так отличились? И вот эта техника, она у нас была в наличии подобная или новинка какая-то для нас? Ну вообще, как уже сказал министр, это работа в рамках программы переоснащения пожарных подразделений. Ну и действительно, Тюменская область два предыдущих года активно боролась с природными пожарами, производился повышенный износ пожарной техники и в совокупности все это дало такой результат, что министерство решило поставить увеличенную партию пожарной техники в этом году. Если пару слов сказать о самой технике, то это надежные, проверенные временем образцы автоцистерны тяжелого класса на базе автомобилей «Урал». Уже многие годы верой и правдой служат пожарным всех регионов. Единственное, что в этом году они все пришли на новой базе обновленного «Урала-Некст», что весьма приятно водителям пожарных автомобилей. Владимир Сергеевич, скажите, то, что министр прибыл именно к нам, это показатель, что может быть чем-то встревожен он, ситуацию его здесь заботит, хочет лично посмотреть, или наоборот, что у нас все хорошо и он на слаженности работы хочет отметить и взглянуть? Я не готов комментировать визиты федерального министра, я могу только дополнить слова губернатора, ну или может быть отчасти их расширить. Он упомянул о том, что наши лесопожарные формирования также укомплектовываются. И здесь то, что касается федерального центра по линии нашего регионального проекта сохранения лесов с участием федерального финансирования, мы в этом году приобрели два пожарных автомобиля в нашу авиабазу. Они уже по факту поступили, то есть поставка состоялась. Кроме этого, дополнительно за счет средств областного бюджета губернаторам были выделены такие средства. У нас уже состоялась поставка экскаватора, мы ждем дополнительный трал. В прошлом году мы тоже трал получали, потому что крупная тяжелая техника гусеничная, она нуждается в перевозке. То есть самостоятельно двигаться по дорогам общего пользования не может, соответственно, это большое подспорье нам для маневрирования. И плюс мы в этом году закупаем наши малые лесопожарные комплексы на базе УАЗов. То есть техника у нас постоянно не только обновляется, но и дополнительно поступает в распоряжение нашей Тюменской авиабазы для того, чтобы оперативно маневрировать и оперативно реагировать на те возгорания, которые происходят. К слову сказать, лесных пожаров действительно у нас на сегодняшний день нет. Но, тем не менее, вчера уже у нас случился первый ландшафтный пожар, на который авиабаза оперативно отреагировала. Огонь был потушен. Но, тем не менее, это уже тревожный звоночек о том, что все-таки граждане, не все, по крайней мере, наши земляки, прислушиваются к увещеваниям, к уговариваниям, к осторожному обращению с огнем и воздерживанию от разного рода огневых работ в период вот такой высокой, так скажем, пожарной опасности. Ну вот, лесных пожаров пока нет, но мы все помним, как сильно горели в 2021 году. После того, какую работу провели, какие выводы сделали? Работа с 2021 года очень значительная проводится. Это к тому, что Леонид Сергеевич уже сказал по вопросам оснащения. Мы продолжаем создавать региональную противопожарную службу. На сегодняшний день она включает уже в себя 40 подразделений численностью почти 500 человек. Мы активно ее оснащаем пожарной техникой. Купили мы за последние два года 15 единиц новых пожарных автомобилей. Мы уделяем внимание и борьбе с ландшафтными пожарами. Закупили трактора с необходимым навесным оборудованием. Они тоже в текущем году наряду с пожарной техникой вступят в бой. Вопрос подготовки муниципальных образований на новый уровень поставлен. Мы в прошлом году закупили навесного оборудования для производства минерализованных полос. Порядка 150 единиц раздали в муниципальное образование. Целевым профинансированы вопросы приведения в порядок противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. Целевым профинансированы вопросы создания необходимого количества минерализованных полос для защиты населенных пунктов. И, конечно, каждый год сейчас в преддверии пожароопасного сезона мы работаем по утвержденному правительством плану. Вот как раз вы сейчас сказали про подготовку муниципалитетов и подсказывают, что прямо сейчас к нашему разговору готов присоединиться глава Галышмановского городского округа Александр Ледаков. Александр Леонидович, здравствуйте. Скажите, как в вашем муниципалитете готовятся к противопожарному сезону? На территории округа традиционные мероприятия, которые проводятся в преддверии пожароопасного периода, это подготовка ресурсов, сил и средств для возможных реагирований на загорание, ландшафтные или природные пожары, а также на территории лесных насаждений. Проверили все водоемы пожарные, проверили гидранты, проверили технику, ранцы, личный состав. На сегодняшний день на территории округа, на каждой центральной усадьбе и населенных пунктах есть добровольцы, которых мы задействуем на такие мероприятия. Их на сегодняшний день, как говорится, по штату порядка 70 человек. Но если ситуация усложняется, то привлекается чуть больше народа и населения на какой-то конкретный случай. Скажите, а эти отряды добровольцев, они формируются заранее? Они у нас сформированы уже давно, уже больше пяти лет работают такие бригады. И эти бригады проходят медицинское свидетельствование, определенную аттестацию, подготовку. И входят в состав вот этих бригад люди, ну так, на неплохом уровне подготовленные. А дополнительно уже, если ситуация будет сложная и этого ресурса, этих бригад будет недостаточная, то привлекаются еще и жители населенных пунктов для тушения, для выезда, для тушения ландшафтных пожаров, для предотвращения распространения огня. Спасибо, с нами на связи был глава Галышмановского городского округа Александр Ледаков. То есть территории готовятся во всяком случае, Алексей Сергеевич, а садовые товарищества ведут какую-то подготовку, там водоемы почистить, песок завести, место для песка организовать? И какие-то службы проверяют готовность СНТ? Конечно. Значит, с началом уже в феврале месяце все муниципальные образования Тюменской области, такие как крупный, да, это Нижний Тавдинский район, администрация города Тюмени, Ишим, Тобольск, провели встречи с председателями садоводческих товариществ. Проинформировали не только о штрафах, но и возможности взаимодействия с сотрудниками МЧС, с администрацией. Например, с Пётром Александровичем Вагиным, да, мы встречались и с председателями садоводческих товариществ в администрации города, четко было сказано о проблемах, были поставлены вопросы о том, что не во всех садоводческих товариществах есть водоемы, и сейчас прорабатывается вопрос, пока он только прорабатывается, но это тоже уже первый звоночек того, что возможности, да, заглубления неких вакуумов, какого-то цистерн или еще чего-то, куда будет, где будет вода, то есть для того, чтобы можно было экстренно потушить то или то, что это. А за чей счет это должно быть организовано, не обсуждается? Вот этот вопрос сейчас, как бы это все вероятнее будет так же, как субсидирование у нас идет по акрицидной обработке, вот такие же вопросы, как и передача сетей на баланс сетевых компаний. Но еще раз говорю, что, конечно, сейчас этот вопрос пока стоит на обсуждении. И сегодня кто, как не сами садоводы, должны предусмотреть на своих общих собраниях, предусмотреть денежные средства, а предусмотреть, да, закупку песка, какого-то уголка. Ну и самое главное, это чистка водоема, если они действительно у них есть. Если нет, то я думаю, что в каждом садоводческом обществе есть возможность сделать колодец. Конечно, эта вода не питьевая, но чтобы экстренно помочь в тушении того или иного возгорания, они у нас, к сожалению, есть, потому что, как сказали коллеги, сегодня наш человеческий фактор, садоводы, не понимают, что, к сожалению, оставленный уголь на ночь может привести к пожару всего СНД. Поэтому вот в данном случае, конечно, мы говорим об этом. И сегодня, благодаря администрации города и правительства Тюменской области депутатам, мы создали сайт СНТ-72, где в том числе будем размещать информацию и методические рекомендации для наших садоводов, что сделать, какая бочка лучше подходит, да, от закрытого типа, как ее можно сделать своими руками. В том числе и требования сегодня, да, что нужно сделать для того, чтобы не получить штраф. А штрафы у нас в этом году... А про штрафы нам сейчас расскажут, да? Увеличили. В прошлом году, мы знаем, штрафы для нарушителей правил пожарной безопасности в лесах возросли, и это эффект уже дало? Ну, я думаю, что, наверное, оно, как минимум, заставило задумываться людей вообще в принципе на эту тему. То, что касается штрафов, действительно, они были подняты в преддверии еще прошлого пожароопасного периода, прошлогоднего пожароопасного периода. Это сделано, безусловно, было своевременно, потому что те штрафы для граждан от полутора до трех тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, ну, достаточно выглядели... Ну, да, наверное, вы правильно сейчас слово подобрали. Вот, поэтому в отношении граждан эти штрафы в 10 раз были увеличены от 15 до 30 тысяч рублей, а если это все совершается в период пожароопасного сезона, то это еще больше составляет. И это только по гражданам. То, что касается должностных лиц и юридических лиц, там еще больше суммы штрафов. Кроме этого, и уголовное наказание, то есть в Уголовный кодекс были внесены изменения и ужесточения, соответствующие вплоть до увеличения сроков лишения свободы. Уголовное наказание у нас наступает в случае, если был причинен ущерб лесному фонду. То есть пожары, безусловно, все бывают разными. Есть беглый низовой, который ущерба не причинил, и по большому счету сам факт такого пожара составляет административное правонарушение. Но есть и пожары значительные по площади и с причинением ущерба древостою, и в данном случае уже речь идет об уголовной ответственности, но это любой вид ответственности не исключает возможности и последствия в связи с возмещением ущерба, то есть это тоже будет предъявлено, и затрат организаций, которые принимали участие в тушении, собственно говоря, на тушение. Леонид Сергеевич, простите, пожалуйста, а вот Вы сказали, как минимум заставило задуматься, а все-таки были прецеденты, вот прям доводили людей штрафов? И кто-нибудь платил ущерб? Да, я могу сказать, что более сотни у нас нарушителей противопожарного режима было зафиксировано. То, что касается штрафов, которые были вынесены, это более 2 миллионов рублей. Ну и, собственно говоря, вот сейчас не готов цифру назвать, сколько из них добровольно было погашено. Как правило, добровольно гасят люди в небольших суммах. То, что касается уже больших сумм, то здесь до суда речь доходит, до исполнительных производств и так далее. Но, тем не менее, то, что положено делать нам, мы в установленном порядке делаем. Как быстро работает уже механизм правосудия, то здесь это вопрос времени. Я Вам больше могу сказать. В прошлом году у нас состоялся приговор и в отношении поджигателей, которые допустили лесной пожар с ущербом. То есть уже непосредственно в решении говорится не только о возмещении ущерба, но и условный срок люди тоже получили. Поэтому, в принципе, механизм работать начинает. Может быть, по сравнению с тем количеством пожаров, это случаи, наверное, все-таки сейчас пока еще единичные. Но показательные. Но, тем не менее, они, я думаю, что показательные, они заставят задуматься. Ну и, кроме этого, Андрей Владимирович, наверное, более подробно скажет. Но, тем не менее, у нас в прошлом году был введен еще и механизм вознаграждений за передачу достоверной информации о поджигателях. То есть мы надеемся, что и с помощью этого инструмента информация о тех людях, которые, допустив нарушение правил пожарной безопасности, по умыслу ли это было сделано, либо по неосторожности, они все-таки понесут заслуженное наказание. Может быть, в самом числе и с помощью информации граждан, которые, опять же, за это могут получить конкретное денежное вознаграждение. К слову, если юг Тюменской области горел в 2021 году, и нам тогда потребовалась помощь северных регионов, то в прошлом году уже мы помогали югре. Как тогда отметил губернатор Тюменской области Александр Мор, мы всегда готовы поддержать наших соседей. Андрей Владимирович, в этом году в случае необходимости будем помогать югре, Ямалу, если понадобится другим регионам? Конечно же, это практика, сложившаяся уже годами. И взаимодействие с северными регионами нашей большой Тюменской области весьма удобно, потому что начало и течение пожароопасного сезона по времени немного смещено вперед. Когда у нас активный сезон начинается, как правило, в хантах, и на Ямале коллеги еще к нему только готовятся, и имеют возможность оказать нам помощь для того, чтобы мы быстрее решили вопрос о своей ситуации и имели возможность в случае необходимости выдвинуться к ним для оказания аналогичной помощи. Что ж, спасибо большое. Сейчас прервемся. После паузы поговорим уже о паводке. А сейчас ролик с подробностями розыгрыша iPad'а, который пока в руках у Максима. Розыгрыш состоится в рамках нашего ток-шоу с 3 апреля по 3 мая. Спроси и получи iPad. Задай вопрос гостю вечернего хэштега и выиграй новый, классный, стильный планшет. С 3 апреля по 3 мая смотри вечерний хэштег в прямом эфире в ВК, ставь лайк и пиши вопрос под постом в трансляции. В конце программы эксперты шоу выберут лучший, и именно ему присваивается порядковый номер. В конце месяца загружаем в рандомайзер все номера и определяем победителя. Самое классное, вопросы можно писать хоть каждый эфир, не забывая ставить лайки. Спроси, выиграя iPad. Вечерний хэштег дарит подарки. И огонь, и вода. Как Тюменская область готовится к пожароопасному и паводковому периоду? Когда река выходит из себя, удержится ли в берегах Ишин, Иртыш, Тура и другие реки региона?